Международный кинофестиваль «Соль земли» в 16-й раз собрал на Самарской земле мастеров документального жанра. 70 фильмов было отобрано в конкурсную программу. В ней конкурса представлено еще 9. А на спецпоказах можно было увидеть еще два десятка работ. Фестиваль объединил и мастерных, и начинающих кинематографистов из России и зарубежных стран. Зрители увидели за 5 дней, еще завтра будет кинотеатр работать, где будут показаны фильмы победителя уже, увидели более 100 новых фестивальных картин. Я считаю, документальное кино, оно именно площадками для просмотра документального кино остаются фестивали. Поэтому очень важно показать хорошее, честное, настоящее кино нашему зрителю. В программе и пейзажные киноленты, которые рассказывают об удивительных уголках нашей планеты, и фильмы на самые злободневные темы. Но в центре почти каждой работы человек, и каждый со своей уникальной историей. Чем отличается наше отечественное, как раз не игровое кино? Это внимание к людям, к портрету. Иногда многие ограничиваются констатацией. Портрет, если вы помните, там, Третьяковки и так далее, он всегда портрет и автора. Автор должен предложить некую свою концепцию именно этого типа. Но портрет действительно преобладает. На торжественной церемонии закрытия фестиваля наградили победители в каждой из пяти номинаций. Кроме того, отметили лучшую операторскую работу. Помимо гран-при фестиваля «Соль земли» вручили также приз зрительских симпатий и общественные награды. Большое количество фильмов. Все они уникальны и удивительны, потому что рассказывают о ярких событиях в истории нашей России, о удивительных людях. И вот сегодня на церемонии подведения итогов и закрытия фестиваля будет вручен приз губернатора одному из лучших фильмов, которые направлены на утверждение российской государственности. Международный фестиваль «Соль земли» проводится при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары, президентского фонда культурных инициатив и клуба почетных граждан Самарской области. Алиас Эдбаталов, Александр Дудко. Новости губернии.